Самый известный правитель Валахии или современной Румынии. Все знают кто он, не так ли? Наверное, благодаря Брэму Стокеру эта мистическая личность стала известна всему миру еще больше. Этот человек окутан мистикой и страшными мифами. Он вызывает ужас у глубоко верующих, да и обычные люди вряд ли захотели бы встретиться с ним в темном переулке. Влад Третий, он же повелитель Валахии, средневекового княжества в районе современной Румынии. Этого правителя знают как графа Дракулу или Влада Цепиша, человека отличавшегося особой жестокостью и темной душой. Но так ли это? Жизнь Влада Третьего была нелегкой, да и не очень долгой. Прожил он всего 45 лет, но по сей день его помнят и боятся. В основном благодаря писателю Брэму Стокеру, который описал его как бессмертное существо, восставшее после смерти для того, чтобы питаться по ночам человеческой кровью. Вампир одним словом. А способствовало этому множество мифов о его жестоком правлении. Начну с того, что прозвище Цепиш появилось именно из страшилок о том, что Влад не раздумывая сажал на кол целые делегации османских послов и собственных бояр. Возможно так оно и было. Граф Влад Третий приходил к власти неоднократно. Он был в бегах, в плену, отбивал постоянные атаки захватчиков, участвовал в заговорах и интригах с венгерским королем. Короче, жизнь была непростая, но очень насыщенная. Естественно, после всего этого он был очень недоверчив. Противостояние с боярами вполне могло привести к решению насадить всех к чертовой матери на колья. За это он и изображался устрашающим взор правителя, залитым кровью. Почему же Дракула? Все очень просто. Его отец состоял в элитном рыцарском ордене дракона, символ которого он использовал не только как отличительный знак, но также изображал его на стенах своих церквей и монетах. Следовательно, дракон от румынского Дракул, а Дракула это сын дракона. По мнению историков, графа Влада Дракулу уж очень сильно демонизировали, сравнив с дьяволом. Влад Третий был очень справедливым правителем. Да, он очень жестоко наказывал всех, кто шел против закона и порядка. Боролся с коррумпированными боярами, защищал свои владения и пытался избавиться от зависимости перед завоевателями. Простой народ любил своего правителя. Этому свидетельствуют множество памятников, но одновременно и боялся. Влад Третий защищал христианские ценности и поддерживался духовенством. Он погиб на поле битвы, был найден боярами, которые в страхе разрубали его на части и разбросали по округе. Но верные монахи, которые помнили его щедрость, собрали останки и захоронили его, как полагается. Нам же его представляют как воплощение зла. Кинематографический образ множество раз демонстрировал графа Дракулу, ненасытного кровопийцу, живущего в гробу старого замка в Трансильвании, который, боится солнечного света, не отражается в зеркале и превращается в летучку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok